Мы находимся в сакрально-культурном украинском центре и беседуем с паном Анатолием, который этот центр создал и им успешно руководит. Пан Анатолий, расскажите, пожалуйста, об идее этого центра, чем вы тут занимаетесь, да, и о философии вашей работы. Начинаю рассказывать. Центр. Хороший. Что здесь происходит? Сам не знаю. Очень такие интересные вещи, которые очень тяжело. Во-первых, это место тяжело объяснить. Если человек этого не видел, не знает это, словами очень тяжело объяснить. Это надо видеть. Значит, это синтез культур, синтез, скажем, искусств и философских направлений. Такая очень интересная штука, то, что здесь получилось. Это строилось как, значит, церковь, украинская горяхо-катеринская церковь и центр украинской культуры. А переросло в такое очень большое чудо. На сегодняшний день у нас, например, люди из каких стран? Есть одна шотландка, которая у нас работает на практике, есть одна француженка, которая у нас работает, есть француженка, есть чешка, которая работает, есть две эстонки, украинцы, ну, все-таки понятно. Ну, такие люди, они меняются и приезжают, потом они остаются как бы часть этих людей. Вон, Ваня Тамара из Белоруссии, ну, Ваня Тамара, тут, по-моему, все хорошо. Виталий, в Штирухе, в Белоруссии. Тут мушка, собака такая, любовь наша, всеобщая, значит, ревнивец. Смотрите, я живу жизнью монаха, там есть такой монахи, Третий Орден, это Аблата Бенедикта, вот, и там четко все у каждого у нас расписано. Центр у нас в Норвегии, вот, это чудесное место в горах, где нет электричества, там настоящие люди, настоящие монахи, так что я очень маленький такой, там, по сравнению с этими гигантами. Вот, и, ну, в принципе, это Ора Эт Лабора, молитва и работа. У меня каждый день, это молитва за природу, то, чем я занимаюсь, это молитва ежедневная за природу, в частности, ну, здесь я молюсь о природе Эстонии. Вот, потом, каждый день я физически должен работать, и так много лет, вот, каждый день я должен найти что-то хорошее. Ну, каждый день я должен чему-то научиться, вот, каждую пятницу я читаю поэзию, каждую субботу я читаю сказки, и каждый вечер я читаю святое письмо тоже. Вот, и такое вопрос, ну, вот. А чему Вы сегодня научились? А чему Вы сегодня научились? Терпению, терпению научился, вот, это такая очень интересная, это самое. Вот, и сюда приходят разные люди, мы друг у друга учимся, вот, вот такие гости, да, у нас всякие-всякие-всякие гости. И вот, и мы, ну, например, ну, это, знаете, настолько интересно, это разность культуры. Это францужинка к нам только пришла, но я там читаю за обедом молитву, да, но это, что, давайте, вот, все же мы не идеальные люди, живем тоже компанией, да, что, вот, что-то, идея какая-то, все давай делаем, да. То есть, все, да, будем с одной тарелки все кушать, вот. И, ну, там, молодая девочка из Франции, и для нее это самое. Крок. Всем понравилось, ну, что, ну, как в старых культурах традициональных, да, что, то есть с одной тарелки все кушали, потом деткам, улыбок, да, ловкую калбуку, ну, как сработали. Вот, это францужинка у сына спросила у Нестора, Нестор, а, ну, отец пошутил, наверное, но мы на полном серьезе, значит, ну, и потом, значит, мы переиграли эту ситуацию, ну, тогда она очень такая стройная францужинка, мы так кушали, да, мы все начали так, кушаем уже, значит, вот, ну, такие очень интересные вещи. Вот, в этом месте сюда приезжают люди из разных стран, например, одна была оригиналка из Индии, где-то в Средине Индии, она живет, она в интернете, она читала страну Анатолия, и у нее была мечта, значит, она приезжает в Эстонию, и с Анатолием снег откидывает, а? Вот, слабо, вот, и все там подруги ее у нас, ну, в Эстонию снег откидывает, анатолия, так что она... Она приехала, жила у нас три месяца, и там снежную бабу слепила, она была очень счастлива, вот, это... Ну, тоже, в основном, из Европы у нас эти люди, а это другая культура, вот, и мы смотрели, как она, ну, вот, это уважение такое, значит, там... Ну, значит, был как раз прием у президента, вот, ну, и этот самый, и там мне девушки там... Я костюмы не ношу, но там уже протокол, что я делаю, но там... Ну, и там девушки вынесли этот костюм, значит, с медалями, дед, героический, и для нее это... Я знаю, что можно сделать фотографии с Анатолием, значит, вот... Конечно, я не буду одевать штаны, не буду, один пиджак, значит, значит... Вот, я, ну, для нас это было, а в Индии, значит, для нее это было, там, какой-то дед, значит, там... Все, ну, это круто, это классно, там... И она никогда, когда я беру там тарелку поставить, да, помыл... Ну, 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 да не шок, ну, с деда, с деда взятали, ну, в шоке, ну, если... Ну, ну, такие разные вещи... Вот, одна была... А что за ордена у вас такие? Расскажите, пожалуйста, об этом. Ну, тут уже как раз такой возраст, знаешь, у меня был дед, он носил с собой все ордена, какие-то... И в страку у меня была, это вот такая медаль, это вот такая... Ну, скажем, орден белой звезды у меня есть за заслуги, вот, перед Эстонией, там, какие-то... Вот, за охрану памятников, украинские всякие награды, там, заслуженный художник Украины, потом элита нации, ну, короче, вот такие... Но с Украины всегда весело, что у меня есть одна... Классная награда в деда, значит, это... Медаль УПА. Пан Анатолий, мы передаем эту медаль, что я в советское время передавал, ну, нелегальную литературу в Украину из Швеции, через меня там линия шла такая... Вот, и передавал историю, там, Украины, и история УПА. Вот, ну, из-за этих подвигов, там, вся республика, значит, что тут наградили мне этой медалью. Ну, документов не дали, как вы потом попали, потом переставили. Ну, такие всякие все... Ну, с орденами это... Это... Можно считать... Ну, к этому по-разному можно относиться, потому что... Ну, для меня это не имеет какого-то такого значения, это... Причем честно, потому что... Ну, это... Ну, с Украиной у меня, например, была такая история, что... Ну, вот, все хлопцы, можно задумать, чекало будущее... Перезвонил такой радостный голос. Я говорю, пан Анатолий, ну, наконец-то я вас нашла! Прекрасно! Вот, вы знаете, что мы там делаем, это... Книга элита, там, какая-то, нации, там, награда какая-то, ну, там, что... Вот, за ваши, там, все, да-да-да... Вот. Ну, хорошо, а что там такое? Ну, Пан Гаврили, я говорю, ну, ладно, ладно, хорошо. Вот. Потом она говорит, а... Ну, понимаете, мы хотим такую книгу издать. Вот. Чтобы это... Вот. И... Ну, книга очень... Мы хотим сделать такую эффектную книгу, что она очень дорогая. Вот. И... так, что мы собираем еще где-то... И... Шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо. что я был в книге элита нации, и за себя заплатили, что я не понял, или вы мне платите, или вам должен быть. Ну, короче, конечно, вот такой дурдом. Так что вот с Украины, когда вот там такие интересные вещи происходят, тогда надо быть осторожным к этим наградам. Конечно, я отказался. Потом мне объяснили, что они берут каких-то нормальных людей, потом богатых людей, значит, или там мешают делать книгу. Ну, это такие бизнес-проекты у них всякие. Ну, это не интересная тема, но она тоже есть, но это не самая интересная тема. А вот в Украине что для вас интересно? Какая тема? Интересно, касающаяся Украины сегодня? Ну, смотрите, во-первых, что я 40 лет с Украины, 40 лет я не живу в Украине. Вот. И, ну, скажем, все равно психология изменена. Вот. И мне очень тяжело судить. Вот. И, скажем, естественно, ну, то, что мы еще помогаем Украине, едем там по линии фронта, помогаем людям, гуманитарная помощь и так далее, и так далее. Вот. А на самом деле, что я там ничего не разобрался, естественно, перепрошу. Хэллоу! Лови ки братчику, куле маґлантин не брагу, маґлантин сна сулатараста. А там маґлантин сна сулатараста. Угу. Вот. Ну, вот, 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 вот. И там объективно оценить эти события, вот это, их жизнь, это, я, конечно, не могу, потому что, ну, это даже не морально, когда, ну, ты живешь здесь и едешь в Украину научить людей, как, что там им делать, как, ну, ты знаешь, я знаю, что. Вот. А, ну, отношение такое, что мы должны просто помогать людям, кого мы видим, вот, что реально человек в беде. И мы делаем совсем большие проекты. Я собирал историю, мы делаем книги, и собираем истории разные о доброте. Вот. Вот, по целому тоже, по целому, как экскурсия будет. И там по фронтам, если, может быть, шесть месяцев будет, собирал историю о доброте, значит, то, что связано с этим, с природой. Вот. И находил очень много историй. Одна история такая была, что в окопу пала мина, вот, не разорвался, и был взрыватель выкрученный, вот. Там такая, 88-я, по-моему, такая, серьезная, какая-то из командюра. 82-я. 82-я, 82-я, да, да. Вот. И, цей, и была надпись, что, ребята, это все, что я могу сделать для вас. Вот. Мне кажется, ну, добрая душа выкрутила взрыватель, да. Вот. И я находил очень много историй, вот, о животных, которые связаны с животными. Там в одном месте был гусак такой, ну, гусак по-русски, как бы, гусиный муж, да, муж гуски. Вот. И этот гусак Грыша. И он чувствовал, когда вот начинает там бомбить, и он кричит. Вот. И бежит в сторону, откуда стреляет. Вот. И хлопцы его там привязывали за ногу, привязывали за ногу, значит, и вот. Вот. И воин, который мне рассказывал, он сказал, что, вот, обстрел, Гриша, ну, Гришу привязали сами в окопы, значит, потом на спину мне лез, говорит, все, я умер, все паши на спине. Гриша урвался на него скотчем, он, ну, тишкерик полет. Вот. Вот. Такие истории. Потом собаки очень чувствуют эти встрелы. Вот под сетами хлопцы, что я знаю, точно не знаю, под сетами. Вот. Вот. Потом в одном поселке, там, в Марлинке, в Марлинке, по-моему, вот, воины пришли и говорили, что Анатолий, мы слышали, что вы собираете историю о доброте и природе. Вот. Что у нас есть такая история интересная. Вот. Что один мерзавец, 17 лет, да? Наркоманил, пил, вот, и бил маму. Мать пришла к воинам с синяками, туда-сюда. Ну, воин, говорит, что мы мерзавца разложили на скамейке, и там, значит, куст рос такой, рос. Так, взялись ножами, срезали эти розы, сняли штаны, и по заднице, говорит, мерзавца, пороли его хорошо. Вот. Приходит мать через месяц, говорит, мальчики, не уезжайте, пожалуйста. Такой мальчишка хороший. Записал свою вечернюю школу, не курит, с ранку бегает, лик на заклеив, девушку себе нашел, пожалуйста, не уезжайте. Ну, эти, логика этих воинов, ну, где собираются, про природу, значит, от паролей кустом рос, значит, история про природу, ну, все равно с природой. Ну, какие-то. Вот, эти, значит, я думал, вначале, что мы делаем, собираем истории, ну, во-первых, берем бинты и одежду воинов, и делаем бумагу, что мы сами делаем бумагу там внизу. Вот. И потом, на этом кошмаре, значит, мы сами печатаем историю о доброте. Вот. И окончилось, окончилось это тем, что, вот. Василь, алисгуте? Доброе утро. Кулядняке. Сеансы. Давайте, иди сами, подключайся. Чо? Чо? Ну, короче говоря, что я думал делать эту историю на этой бумаге, потом приехал сюда Порошенко, потом этот, премьер-министр их, не, не премьер-министр их, не, не премьер-министр их страны, Плинкен, да. Им это так понравилось, и они начали делать, сказать, что сделаем большой проект в Украине, да. И подключились эти все люди, и это вышло так, что этот проект. Вот. Десять тысяч людей собирали эти истории о доброте. Десять тысяч. Для нас, для Эстонии, это вообще сумасшествие. Триста тысяч детей рисовали иллюстрации. Триста тысяч. Ну, для Эстонии. Триста тысяч. Потом мы делаем вот таких сто книг, которые раздаются в самые большие библиотеки мира. Вот. И одиннадцатого вестопада, это будет презентация, Порошенко будет передавать в библиотеку Горнарского в Киеве. И тут истории вот из каждого региона. Причем я думал, что если вмешаются политики, что книга спаску бы. Да. Но тем не менее, что собрали хорошие там. И потом мы делали иллюстрации, я рисовал по регионам. Вот. Где там, где-то история, откуда она идет, оттуда эти самые какие-то характерные признаки. Где там вокзал, где там. Птицы где там, щуки где там. Ну, какие-то такие. Бочка, шина, кто возит. И дети рисовали иллюстрации. Вот. Иллюстрации здесь, потом история здесь. Ну, где-то вот такие, совсем масштабные такие проекты. Всемирные. Всемирные. Ну, это же ручная работа все. Да, да, конечно. И это каждая книга такой будет, что ли? Да, 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 конечно. Ну, народ, это серьезный. Вот. И наш любимый коллектив, значит, что еще какие у нас были классные такие чудачки. Чудаки. Например, две девушки были из Австралии. Я прихожу сюда, значит, вот. Спрашиваю, где Сара, где Сара. Не могу, уехала. Куда уехала? Ну, куда? В Рим уехала. Я не помню, что вы, подурили, девочки, что там. Какой Рим? Ну, Анатолий. Ну, там, быть в Эстонии и не видеть Рим. Я думаю, что развод такие. Потом, ну, как мне уже объяснили, что, как они с этой Австралии педали сюда в Эстонию, да? Столько лет. Ну, то что уже сколько тут, да-то, Италии с Эстонией, да-то, в общем. Три часа. Да, да. Вот. Такие есть. Японка, бывает, бывает. А сколько таких книг вы планируете нарисовать, сделать? Ну, задумка, но они масштабные, там, украинцы. Вот такие ребята. Задумка 100 книг, но сейчас мы договорились на 20 книг, что это на 20. И там о гуцульской культуре мы делали 20, 30 книг делали. А сколько страниц здесь? Ну, страница, сейчас скажу, это 52 листа. Ну, это огромный же труд. Вот, и там... Парк Каликенович, я же не один работаю. А сколько у вас работает человек? А я знаю. Ну, это мы сделали. Причем, гуцульскую книгу мы делали 5 лет. А эту мы сделали за 9 месяцев. С дождением ребенка. Это работаем. И я уже сниму до того, что супок я там приведу. Тоже может быть. Там уже... Там уже... Там бассейн. Да поешь. Новый Майдан там начинается в Украине. Ну, там никто не знает. Не знаю, что там начинается. Там... С политикой такое-то... Ну, все в жизни надо делать серьезно. Вот. И меня всегда радовало, когда смотришь, бабушка там, и там сидят, и там... О политике серьезно, я так рассуждаю. Это все, значит... С Украины одна девочка приехала. Ну, это там предприятие политика. Что проголосует на всякого. Я говорю, а вы что? Нет, я же его не знаю. Ну, а ты дома как-то голосовал? Я говорю, так мы знаем, за кого я голосовал. Что ты знаешь, дитяна? Что ты знаешь? Чтобы знать, за кого ты голосуешь, надо бросить свою работу. Надо все бросить. Изучать этого партийца. Изучать его окружение. Его бизнес. Туда-сюда. Как минимум быть его секретарьей. Тогда ты можешь еще кто-нибудь. Знаешь, и то до конца. Мысли потаенные, ты его не узнаешь. А ты, вот так, серьезный человек, ты говоришь, что ты знаешь, за кого ты голосовал. Ты не знаешь, что ты за кого ты голосуешь. Вот. И такая правда, что... Я, если голосую, я просто знаю этого человека как человека. За него я голосую. Ну, вот так. Какой-то порядочный человек, который не сделает пакости. Вот. И все. А что там он? Какую-то программу. Это не серьезная ситуация. То есть вы участвуете в выборах, да? Вот здесь. Ну, посольство ходите, да? Ну, я всех участвую, конечно. Нет, очень. Нет, гражданин в Эстонии. А, вы гражданин в Эстонии. Да. Гражданство за заслуги перед эстонским народом. Герой, героический дед. То есть с этим героем тоже очень интересная вещь, что этих героев всегда надо опасаться, потому что в советское время была такая песня, значит, все, что было, не со мной, помню. И с этими героями надо так, еще с молодыми, сейчас все старыми. Очень так осторожно. Вот правда всегда. То есть вы приехали сюда 40 лет назад, да? В Эстонию. Да, да. И вы уже были монахом? Нет, нет, никуда. Художниками. А как вы стали монахом? Ну, во-первых, смотри, что я приехал сюда, ну, такой молодой художник, украинский хитрый, такие разумные, все знаешь, посмотрел карту, думаю, тут Финляндия, недалеко, в Швеции, точно убегу Советского Союза. И, ну, как мыслишь, наш порт, это большая организация такая, хлопцы, я вам, я к экскурсии уже расповедаю в Байкенбурге, вот, и как мыслит молодой украинец, я к экскурсии уже спорта, это большая всесоюзная организация, там точно тебя поймают, да? А вот колхоз Рыболовецкий, где одни эстонцы работают, что знают, что русских не любят, это сельская власть, вот это то, что мне надо, они меня точно вывезут, а я еще узнал, что там трехи заплаты, что точно вывезут к Рыболовецкий. И ты, как дурачок, идешь туда, собираешь, у кого что там было, идешь к этим эстонцам, договариваешься, что тебя вывезут на ту сторону. Но Финляндия выдавала, Швеция не выдавала. И потом эти эстонцы тебя сдают пограничникам, пограничник тебе делает это самое. Или идем оформляем документы, чешок тебе к кишень. И моя история со всем, уже там окончилась не героически, но правда такая, что сдали меня эстонцы, пограничник был украинец, но Авен и Москалей, это понятно. А самого хитрого из нас, вот такой был, что его взяли и посадили на машинку, привезли на берег моря, значит, потом на кораблик, на той стороне отдал, деньги отдал с разговорниками, идет по лесу, так хорошо, ну бабка грибы собирает в утром, что ночь ее привезли. Скажет, как в полицию пройти, я политически, она начинает, сынок, что тебе надо? Значит, они сволочи вывезли на Чудское озеро, на то, в Россию вывезли его. Вот такие веселые истории. То есть эстонцы вас выдали, и вы получили какой-то срок, да? Да нет, как мягко сказать, подзар получили. Но они их просто грабили, пограничники. Ну, какое-то их, таких, здесь пачками приходилось, со всего Советского Союза, значит, как мотыльки летели, значит. Ну, и так вы здесь остались, да? Ну да, потом поступил в художественный институт, вот, окончил, женился и так далее, и так далее. И потом уже начал строить церковь, этот комплекс. Ну, собрался коллектив. Вот такая история. А к Богу вы как пришли? Не, ну, это все получается так, что какое-то... Ну, вот это окружение формирует людей. Попадешь к хулиганам, будешь хулиганом, правильно? Попадешь к интеллектуалам, будешь интеллектуалом. Попадешь к верующим, правильно? Вот, что у тебя там написано, да? Вот, к националистам будешь националист. Ну, у меня так вот было хорошо, что попал к таким правильным людям, которые формировали жену. Это истанцы были? Ну, вначале украинцы были, потом, но как художник, который формировался здесь. Еще назвать меня украинским художником тяжело. Вот. А в Украине там была организация украинских националистов, когда туда попал, подпольщики. А потом узнали, когда Советский Союз развалился, узнали, что это подпольная организация и руководили генерал КГБ. Ну, он был классный он. То есть, никого из нас придут, там не посадили. Просто всех знал со всего Советского Союза. Мы там собирали какие-то продукты, передавали в Пермит, политические, все. То есть, сейчас вы больше не националист, да? Вот. Это тоже. Тоже с национализмом это есть вопросы. Но когда говоришь, что там вот с националистами приходят, дверь стучится, человек заходит, что там Майка, дякую Боже, что я не Москва, и все, ну там, герои. Ну и там переночевать, я прошу, ну хоть паспорт, да что-то. Ну, гей, гей, гей. Паспорт России, прописка Москва, халераяска. По Эстонии, что дякую Боже, что я не Москва, я предаверяю паскору. То есть воюют русские за Украину. Ну и там есть русские, есть украинцы, как на русскоговорящие. Вот. И больше, что никаких. Ясно, что это западенцы, нефти, то есть это и дело. Вот. Но большая часть вот таких ребят. И националист, ну, это вещь классная, но мне тоже, им надо переболеть. Им надо переболеть. Это в молодости, это, ведь сердце до солнца, ведь сердце до солнца. Ну, это, ну, это как детская болезнь, надо переболеть, потому что, если, даже ты знаешь, что твой друг, Москва, тебе ближе, чем недруг украинец, смешанная семья, ну, вот, вот, скажем, что, дети мы не наполоним украинцами, наполоним эстонцами, а уже, если будет страна, ведь сердце до солнца, там места нет, потому что, ну, такая правда. Так же, с эстонцами, в принципе, говорят, что, большие националисты. Дед рассказывает игрушками, что-то, что-то. Вот, история такая, что, когда внуки у меня родились, или как, внуки, кстати, что они, народились, по-русски, как бы, хорошо. Народились. Народились, народились. Вот, я начал интересоваться игрушками, да, и все игрушки милитарные, в основном, или глупые, или такие жестокие, я начал изучать народные игрушки. Вот, и страны, с которыми я работаю, в каждой стране у меня консультанты. Например, в Украине это Людмила Герас, такая есть ученая по игрушкам. В России, кстати, внук Виталия Бианки, этого писателя. Вот, и, смотрите, потом я выдумываю свои игрушки, и такой план, что игрушками мы изменим мир в лучшую сторону. Значит, «Конь», о нем есть два фильма, три сейчас, один, у вас четвертый будет, два в Фринляндии, один в Германии. «Конь», который знает, как помирить весь мир. Когда муж и жена поссорились, но вообще не разговаривают, все, хамя, все, они приходят ко мне, дед, как жить, покажи, что-то помириться хотим, там, 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 очень просто. Лучше, когда муж покажет свою вину, но если жена, то совсем хорошо, но муж, может, голову опускает, хвост опускает, и героический муж едет к жене, ничего не говорит, там, 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 жена видит мужа в такой позе, конечно, она сразу прощает, ну, шкода, как же, как говорится, там сразу, лясь, голову вверх, вот, лясь, вверх, закрюченный, все, мир, дружба, все, помилились, все, хорошо. Вот, но там, это, не секрет, что еще есть люди, которые женятся, не то просто так, что живут, знаешь, никого, женятся, все. Женщина молодая, мужик такой, Вася, там, молодец, Вася, значит, что делает Вася, телевизор смотрит, компьютер, там, водочку пьет, конечок, там, лясь, лясь, бокс смотрит, а? Ну, а та женщина, говорит, сейчас скучно, людей, поет песни, говорит, там, поговори со мною, Вася, поговори со мною, Вася, что ты, говорит, идет сюда, говорит, тут у меня самое интересное, бокс идет, Вася, ну, нахай, даруй тебе этот бокс, кое самое интересное, что с морда расквасит, говорит, кровь пьет, говорит, да ты что, Вася, дурачок, тут самая дура, все, забираю свой конечок, забираю там, свое телевизор, пошел, ездим, все, все, пошел, не вернусь, до вечера точно не вернусь, а там посмотрим, но там тоже тяжело, даруйся, дурачок, нахай, вася, 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 вернись, все, пришел, пиво не даешь пить, вообще ничего не даешь, ну, 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 последний раз, ну, все, вернусь, последний раз, она сразу, а ты, паразит, помни, что ты делал, 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 крылья, и велюшенья ржет, иду туда-сюда, потом приходят, как шутит, слухай, ну, научи жить, как на свете, как шутка, а, что ничего, как дед, а тебе жена ушла, ну, ну, ты ж уже все знаешь, знаешь, как жить на свете, конечно, вот, Надо жить так, что смотришь друг на друга и оба одну сторону, друг на друга и оба одну сторону. Таких вариантов нема. Ну есть, но не долго. Значит, есть отдание, все много, это хорошо. Все, девчонки. Алис, будь ты. Да, сейчас можно спрошу? Давай. Просто конкретно, если это в Беларуси, надо больше всего связь. Вообще, как я поняла, уникальность культурного центра, это что вы молитесь за природу, также изготовляете сами бумагу. Ну вот как-то про это можете сказать? Просто сказать, в чем эта уникальность, именно так кратенько. Расскажи кратенько. Берем, делаем хорошие бумаги. Ну, на самом деле мы сохраняем старые традиции, старые технологии. Потому что человечество какими шагами идет. Техника развивается. Если почитать, например, стихи, какие-то тысячи лет назад. И там есть по две тысячи лет назад разных культур. И персидские, и японские даже. И там такой высокий пилотаж, что в принципе, нам еще далеко до этого развития. А техника, ну вот эта духовность, она сейчас на очень маленьком уровне, а технологии на совсем большом уровне. И мы это люди, которые здесь работают. Наши не то, что последние. Чтобы у вас не было чувства, что секта какая-то, придурка. Собираются художники со всем миром. Это вполне нормальные люди. И мы просто сохраняем старые традиции, старые технологии. И очень важно эту доброту сохранить в отношениях друг к другу. Это большая практика жизни с людьми разных культур. Что ты не знаешь, как обидеть. У меня была девчонка одна из Италии, Лаура, значит. Ну я по-английски не говорю. Они там учат украинский язык, но в основном эстонский. Я прихожу, смотрю, это Лаура мне на шее, значит. Заплаканная, под глазами, там такое. Нос распух. Ну думаю, все, капец, там мама померла. Я там дрожащими руками, значит. Телефон Нестера. Говорит, что там случилось там? Ну вот, Неста там объясняет, смеется, значит. Вот. Проблема, говорит. Два дня Фабио не пишет! Два дня! Два дня! Хлопает, два дня не пишет, значит. Ну вот такие. Насколько они такие разные, эти все. А почему Вам важно, почему Вы сохранили эту традицию молиться о природе? Почему Вам важно это делать? Ну, смотрите, что я делал эту церковь. Церковь Матери Божией Трооручицы, она покровительница невинно обиженных. Потом я думал, что невинно обижены не только люди, все живо создано Богом. Вот. И тогда мы занимаемся такими какими-то вещами. Создаем, ну, красная книга, политическая красная книга «Стран мира». Есть такая серия, значит. И смысл, вот, что растения, животные со всего мира, когда у них есть проблемы, тогда они приходят сюда и на языках своих земель они говорят, какие проблемы у них. Вот. Вот. Что-то похожее в Белоруссии. Есть один чудак, делает тоже книги, но там детская поэтическая красная книга. А какая у Вас есть именно сотрудничество с Белоруссией? Ну, с каллиграфами, с каллиграфами у нас приезжают белорусские. Вот. Потом из художественной академии одна, не забыл, как я была. Вот. Вот. Преполиватель. Не забыл. Много людей. Видишь, памяти нет. Ну, где-то вот на таком уровне. И потом за, это самое, вот, что у меня еще большая любовь к Белоруссии, что за Белоруссией, вот, меня арестовали были, что я делал пикет около белорусского посольства. Там история была очень веселая, что украинские националисты поехали в Белоруссию и порядок наводить. Дома все порубили, поехали. И там им морды понабивали хорошо и закрыли. Вот. И во всем мире понаделали пикеты там у белорусских посольств, чтобы отпустить этих парней, которые ни за что им морды набили. Вот. Вот. Ну, на самом деле, я думаю, что правильно сделали, чтобы дома сделать порядок, потом идти туда уже дальше. Но, тем не менее, я организовал этот пикет. И я поленился, но не было у меня времени. Меня забрали. Ну, сделал пикет так, но написал заявление белорусское послу Белоруссии. Вот. Когда я пришел, там меня уже ждала полиция. Значит, меня арестовали как-то. Вот. Но судили, штраф большой дали. У меня была очередь, кто за меня уплотит штраф. Еще там всякие организации такие эстонские. Но вот почему я говорю не то, что дед герой и придурок, что не сделал разрешение на пикет, а насколько вот в Белоруссии, мне надо было ехать через Белоруссию, и визу надо было через Белоруссию. Я пришел там в здоровенную очередь, а консул, посол как увидел, я думал, что они меня вообще туда не пустят в Белоруссии. Но, в Анатолий, заходите, заходите, заходите. Вот это самое. Да, да, без очереди. Мне все за день сделали, все, все визы. Так что там тоже веселые такие люди. Потому что как чиновники они делают свою работу, а на самом деле это добрые, нормальные, умные люди. Так что от Белоруссии я не пострадал. Межнациональные отношения тоже очень интересные. У нас есть девочка, наверное, вы видели, это Татьяна такая, черненькая, красивенькая. Вот. На самом деле она уже окончила художественную академию в Питере. Вот сама из Сурагуту. Вот. И училась у нас, у нас школа каллиграфии, училась у нас где-то 4 года. А главный каллиграф, такой Хейно Кивихан, он лучший каллиграф в Европе. Вот. И вот, когда он был маленький, ему советы хату разбомбили здесь. Ну, убили деда его. Ясно, что Хейно так в сторону России всю жизнь смотрел. Вот. И тут пришла Татьяна. Вот. Начала заниматься каллиграфией. Вот. Талантливая. Она вообще пришла и сказала, это мое место, я отсюда не уйду. Да. И настолько здорово, вот, что... Она просто работала. Вот. И изучила эстонский язык. И преподает сейчас на эстонском. И Хейно сказал, что вот, ну, Татьяна, что ты будешь... Ну, после меня... Ну, последователь эстонской каллиграфии. Вот. И несмотря на то, что она русская, и вот она работает с нами. Вот. Вот. Это вроде, ну, вроде, что так. Греко-католическая церковь и центр украинской культуры. Тут и слово «маскайли» — это нормальное слово, вроде как считается. Вот. Но, тем не менее. Вот. И... Ну, такие классные люди, значит. Так что, ну, вот, это вопрос национализма, да. Что вот. Вот. Это Татьяна, она защищает этот центр, например. Так вот. Ну, тоже очень интересно. Ага. Ну, вот, получается, тут культурно занимаетесь именно, просвещаете украинские традиции. Так же в Украине помогает сегментарная помощь. Да, да, да. Ну, у нас тема раненые и эти самые беженцы. Вот. И что мы, ну, едем туда непосредственно, чтобы передавать эту помощь. Вот такие дела девчонки-мальчишки. А, про всю можем рассказать, про девочку. Четырнадцать лет девчонка ездила со мной в Украину, знаешь. Она собирают гуманитальную помощь, вот. И... Конкретная девчонка такая, вот. Короче, Анатолий, что я хочу видеть, куда-то идёт. Вот. И я там... А она слышала, что я... Ну, собираюсь ехать. Вот. Подруга такая моя маленькая. Ну, и... Кота нема проблем. Потому что мама пустит. Ну, где мне там голову пришло, что мама пустит. Она приходит на следующий день, что на то есть два документа. Мы идём к нотариусу послезавтра там. Я еду с тобой. Я в шоке был. Ну, четырнадцать роков наш брат и едет туда. Вот. И она... Там далеко мы и не брали. В Зайцево она была. Ну, там також в Зайцево весело там же. Ну, там школа. В школу ходил. В школу ходил. Там по деревне, да? Да, да. Там родила, но... Да, 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 да. Что-то деревня, где раздельная там. Там город там. Да, да. Ну, тут... Деревня, город. Такие. Там я не разобрался, что она такая. Хотел, так хотел. Там госпиталь дырочится и... Так вот стоял. Ну, там не было. Там еще буду помогать. Там госпиталь тоже. Вот. Это вот такое... Эстонское дитё, которое ездило на фронт. Там даже если в интернете набрать еще... Эстонская школьница на Украинском фронте, что-то такое. Там Анна Брит. Вот. Слово по-русски не знает. Ну, перфектный английский язык у него, конечно. Вот. Потом оно хитрое. Оно приехало, что... В школе там... Ну, как бы, интервью с ней, конечно. Что... Только во время уроков. После уроков я ничего не рассказывал. Вся школа не пчется с рукой МФС. Там все классно. Ана Брит. Распределяет. Там давно с дедом ездило. Вот. Ну, это очень важно для Эстонии было, что... Конечно, это такой... Немножко дурацкий... Этот самый эксперимент был. Потому что... Там... 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 Земля насыпана. Вот. И... Ну, там что... Ну, хлопцы там есть сразу на танк затягнули. Я говорю, что ты думал, как дай горный какой-то автомат. Маленький, какой-то... Гарный. Что тебе ты не даешь? Вот. Ну, а с автоматами, то ладно. Ну, там, чтобы фотографии не делать, ничего. Вот. Вот. Ну, потом... Это так. Воин пришел на то. И хоть... Хоть посмотреть все поровно. Там... Ну, там... Стоит труба. Та я иду. Вона за мною, значит. Ну, не скажешь, что... Она бы не у него готовится. Вот. Ну, и потом... Закончилось так, что мы... Ну, мы... Ну, мы... Ну, мы... Недельно, значит. И мы два придурки взяли и поднимаем. Вот. Ну, потом... Ну, я-то... Я-то явно досвеченный для меня. Ну, то, что воин... Конечно. Та-да, пять минут. Бестный. Хай-то, эти люди. Вот. Вот. Там все-таки... Снайпера там, бахтичный. Вот. Вот. Такие... Веселые истории. Веселые истории. Вот. А Санна Брита, это еще очень интересно, что дед у нее... Вот, что... Я что-то смотрю, что по-русски матюкается страшно. Я говорю, что... Дед, ты что, Санна? Что... В тюрьме был, или что? Да? Научился матюрацией. Говорит, что, Саннатолий, я здесь у русских служил. Ну, знаешь, этот, генерал Власов, знаешь, этот... В русских служил. Армия Власов. В русских служил. Ну, генерал Власов, знаешь, это... Так что... Власов, что эстонский служил, значит... Вот такие... Все, такой экскурс от коней, рушек до Власовцев, до Украинцев. Все. Так... А лезгуйте, ребята. До свидания. Берете эти дошки, будуйте цей сирайчик. Берете эстонскую корову, коня, там, кози. Вони писать, сто роков, там, туда капали. Потом берете все, чистите, то все. Такая консервация классная, то все. Вот. И фени веселые пустили там в передачу, что вот Анатолий там рассказывал. Про философию, про книжку, ничего, знаешь. В философию, про книжку, ничего, знаешь. В философию, пять раз рассказывали про все эстонские коровы, как написали. В философию, то все расчищали. Знаешь, да. Там, коллеги с Финляндии. Классная такая передача, что... Это что, реально так и делается? Да, 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 да. А это как вообще? Это в каком-то сарае находится? Не, ну в сарае нашли эти доски. Конкретно про эти доски рассказывали. А вот такие. И сколько она так должна лежать, чтобы... Ну, сто роков, минимум там. Ну, так и делается. Хорошо. И потом, хорошо, ты век там просишь. А я знаю. Кажут, что ничего. Не, ну там запаха ничего нет, ну конечно. А много таких досков, типа у вас? Ну, трошки есть, знаешь, на... Ну, книжок на восемьдесят, я там еще не отбираю. Вот. А в принципе, если честно говорить, что там мы собираем этот старый материал, вот что там, что еще вторая жизнь должна у него быть. Потому что на нем очень много информации, вот и... А почему именно такие доски? А я знаю. Хорошо. Так выбралось и все. Вот. И все. Вот. И потом, ну... Ну, по сути, это вещи, чем мы занимаемся, ну, культурология, этмография такие. Вот. И в этом месте люди разных культур находят для себя что-нибудь. Вот. 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 Канако, японка есть у нас такая подруга. Канако привезла. А Канако по-русски говорит еще хорошо. Ну, как хорошо. Для японки совсем хорошо. Вот. И она привезла маму. Вот. И маме шестьдесят... Где-то шестьдесят лет. Вот. И я там там лазеря спеваю, конечно, как мне эта японская культура нравится, что не единственная страна, что министр поэзии был у вас, там это все. Ну, Канако перекладай маме, там все хорошо. Вот. Мама там гер-гер по-японски, там как. И потом мама сказала, что она очень счастлива, что она приехала в Эстонию к украинцам. Теперь она приедет обратно в Токио. Она узнает какой-то министр, потому что она не слышала, что у них был министр поэзии, да. Вот. И настолько здорово, что в этом месте, перекресток этих культур, и люди находят... Ну, каждая культура что-то для себя находит. А что белорусы где-то находят? Ну, что белорусы находят? Что потеряли, то находятся. Вот. Ну, белорусы, конечно, вот пани Тамара надела бумагу, вот. И эта Сенченко, в принципе, входит где-то в десятку лучших каллиграфов в Европе. Вот. Так что вот это... Так и тогда белорусы сюда приезжают, и я им рассказываю, что и, ребята, Сенченко у вас есть такое. Ну, не знаю, ну, вот. Не знаю, ну, да. Вот. Ну, какие-то такие. Если мало Сенченко, я говорю, что у вас Мациевский композиторист такой, Игорь. Ну, я говорю, не знаю. Как, ребята, это знаете? Приходят немцы, я могу рассказать, например, что. Вот. Вот. Иконы со святыми с природами. Вот что. Клест – это птица, знаете, Шишкарик такая еще. Клюв у него кривой, да? Вот. Еще у него клюв, потому что он тянет эти, вытаскивает гвозди у Иисуса Христа. Ну, немцы говорят, о-о-о, конечно. И украинцам рассказывают. Ну, учу, например, еще людей разных культур колыбельки делать. Ну, это уколы детства, да? И вот тогда украинцев учат делать украинские колыбельки. Молодые люди приходят, я им даю материал и расскажут, какая колыбелька. Немцы – немецкие, финно – финские, там. Ну, все хлопцы, дорогие, молодые, так скажем. Плините, дадите, сделайте колыбельку с детьми. Вот. Ну, разных культур вот такие были. Польские, немецкие, финские, шведские были. Ну, какая культура, люди к какой культуре приходят, я там где-то что-то узнаю, там. Ну, хорошо знаю там украинскую, русскую, немецкую, финскую, вот эти. Ну, эстонскую, само собой. Колыбельку как-то где-то очень. Вот такое дело, ребят. Все, все. Процессы закончили. Ну, это способ жизни, способ мышления, тем более, что, ну, эти отношения между людьми, они ужасные иногда. Ну, у нас сейчас веселые всякие события. Но все равно там, ну, это вот как зубы чистить наши. Ты должен найти что-то хорошее. А сколько часов в день вы работаете? И когда вы начинаете работать? Ну, если в шесть часов, в шесть часов иногда полседьмого. вот это малолисва. Вот это малолисва. Давай, давай. Отсюда там такие. Вот тут колеса крутятся. Ну. 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 Здесь сейчас осторожно. Нормально. Так сты, сты, сты. Взялай, взялай. Что-то. А, не ударил. Снимай. Не видишь. А, я шел тупико. А, я шел тупико. А, тут интересно. А, я шел тупико. А, я шел тупико. Что это было? Ну, смотришь. Маленькое помещение планировало, церковь проектировала так, чтобы было больше места, что часть людей здесь может быть. Но это лично. Не то, что это театр Моралите, то, что мы говорили. А, это игрушками, так что. Вот, это хейнук я уехал, а, да-да-да-да. А, тут мы объяснимо, звідки дети берутся. Наша тема серьезная. А детьми что-то не хочется. И детьми хочется. Такая девчина из Украины приехала. Не то, что она дурная, а романтистная. Завезли лисовским хлопцем сюда, пить чувствами. Иди сюда, иди сюда. Два раза я не буду показывать. Мне ж надо извините, дети берутся. Когда приехал, то все. И девчонки танцуют под капустой. Завезли. Привет. Детям капустом. Доплясались. Уже разумно. Ничего не сделаешь. Тут політична грамота слова. Афроестлане, афроестониці. Афроукраїнець може бути. Афробілорусь. Афробілорусь. Сережний мужчина з портфелем. Зробив план життя. Вивчити білоруську мову. Поступити до Мянського університету. Найти собі білоруську, як пані Тамара Гарна. Завезти дітей. Побудувати в Мянську. Побудувати що? Замок снігу. Правильно? Сережний чоловік. Спортфеном все. Все. Побудував. Замок побудував себе. Білоруську найшов. Гори і такі білоруську. Отак. Недовго думали. Виспечились. Все. Такі білоруськи. І це ми робили. Ці іграшки. Це ще десь. Коротше. До події. Що проблеми з біженцями не було у нас. Ну і там такі є. Єстонці придумали три якісь знакових речі. Ті що я знаю. Це скайп, фанеру і бензопилу «Дружба». Ось. І посадили одного естонця в тюрму. Там вивезли. Десь в шарашці він працював і зробив цю бензопилу. Ну тут така історія. Що. Це. Українець з поляком. Ось там там. Тобі мені, тобі мені. Там вже вжив, 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 вжив. Упинають Сибір'ю друва там. Ось. Такий. Зараз говорили, що сподобаєте «Пані» ввезмите хорошее пиловню. Тому що пиловка? «Бензопилука». Нема такого. Що немає? Ти раз схожуємо. Хороший пилов? Ось. Роботне, все. Перебив. І потім на те, що він говорив. Історична приходить, і вони там більшість не знають. Такие речи, что мы им расповедали. Дети у нас были, ну, этих загинувших воинов. Дед у них зачетный, а игрушек у деда не меряло. Так что игрушек не меряло, так все сына не покажут.